Братья Иисуса Христа Зачем это уточнение? Действительно, у всех евангелистов упоминаются как минимум четыре брата. Яков, Иосия, Иуда, Симон, некие сестры, имена которых не называются. Это свидетельствует апостол Павел, что видел брата Иисуса по плоти. При этом мы с вами содержим несомненные учения Церкви о преснодевстве Пречистой Девы Марии и о единородном сыне Отца Небесного и единственном ее сыне, нетленно родившемся от нее, то есть оставившем ее в присущем ей девстве и до, и в Рождестве, и по Рождестве Господи Иисусе Христе. Речь в Священном Писании идет о братьях Иисуса Христа по плоти в связи с тем, что хранителем девства Пречистой Богородицы был Иосиф, обручник, находящийся уже в преклонных годах от первого брака своего, в котором он овдовел, произведший немало детей. Являясь детьми Иосифа, его плотскими детьми, они таким образом становились в понимании окружающих людей братьями и сестрами Господа Иисуса Христа. Это кровное единство условное, как условен был супруг Девы Марии, именуемый обручником. Это очень понятно было нашим предшественникам, нашим предкам, поскольку для них чин обручения и чин венчания разделялись в понимании. И сейчас, прежде венчания, совершается чин обручение, но выглядит как бы началом, первой частью венчания. В былые десятилетия, в былые века иногда от обручения до венчания проходило несколько лет. Обручники составляли уже семью, молитва священника о том, чтобы ангел твой да предыдет пред ними вся дни живота. Их свидетельство о том, что брак уже заключен, но при этом этот брак еще не предполагал телесного единства и зачатия детей. Только после совершенного венчания обручники уже располагали единым ложем и жили уже единой семьей и единой плотью, имея возможность зачатия и рождения детей. Таким образом, обручники еще жили в домах родительских и друг к другу не прикасались, имея в виду еще только лишь духовно заключенный между ними союз. Это не современная практика, поскольку сейчас совершенное обручение без венчания еще не дает благословения на зачатие детей, на телесную близость, к чему не всегда способны любящие друг друга современные молодые люди к сохранению целомудрия. Но при этом эти отношения, этот союз уже не может быть расторгнут, как у только что сговорившихся о будущем браке, обмолвившихся о нем, принявших, может быть, родительское одобрение. Такие, хоть и раздумают жениться, никакому укорению не подлежат, поскольку еще не давали друг другу обетов верности, не обменялись кольцами благословения священника, которые знаменуют бесконечность заключенного союза. Таким образом, обручники еще не муж с женой, но только обручники. И, именуя Иосифа обручником, церковь внятно давала понять каждому, что полноценным мужем, предполагающим близость с его женой, Иосиф никак не являлся, оставаясь хранителем девства при чистой Девы Марии. Таким образом, и Иаков, ставший первым патриархом Иерусалимским, первым предстоятелем Иерусалимской церкви, именуемый братом Господним, также являлся прямым потомком Иосифа по плоти от первого брака. Существует иное таинственное для многих место новозаветное, евангельское, где Господь, как кажется, отрекается от своих родственников, включая причистую Деву Марию, когда некто из иудеев, окружавших Христа, и видя Его славу среди людей, и принимавшего славу как единородного от Отца, хотели укорить Его, и указывая Ему на тех, кто именовался Его плотскими родственниками, вроде как унижают Его перед собравшимися поклонниками и почитателями. Вот ты проповедуешь о Великом, говоришь как устами Божьими, а не забывай, кто ты такой. Вот матерь твоя и братья твои тут за тобой пришли, тебя вызывают. Несколько напоминает дворовую ситуацию, где какого-нибудь гордого мальчика, который поставляет себя выше других приятелей, вдруг внезапно при его каком-нибудь надменном высказывания, обрывают соседи, говорят, а Вася, мать зовет, она тебе сейчас, тебе сейчас надерет одно место за то, что ты опаздываешь. И он по неволе со своего пьедестала, куда забрался, должен быть низвергнут. И иудейская зависть как раз и послужила причиной такого укорения Господа о том, чтобы он не ставил из себя кого-либо великого, когда он земнородный, и плотское единство его обличают те, кто пришел с намерением с ним беседовать, особенно на коротке, и кто имеет право на него как на родственника. И Господь, оставляя высоту свою непоколебимой и призывая к тому подлинному исповеданию, которое единственно спасительно для человека, указывая на окружавших его учеников верных ему, отвечает, кто, братья мои, те, кто творят волю Отца Небесного, тот и брат, и сестра, и матерьми есть. Этими словами он вовсе не отрекается от своего земного сродства по плоти, от причистой девы, но замечает, что величие их состоит не в мнимой принадлежности к плотскому с ним единству. это не свойство никому из людей, кроме причистой Девы Марии, а в том, что и они уверовали и следуют за ним, как за истинным спасителем мира. И хоть к братьям Христовым это пришло не сразу, до его вознесения сообщается, что и братья его не веровали в него, как в живого и истинного Бога, но мы видим, что впоследствии уже по свидетельству апостольскому братья, утвержденные светлым Христовым воскресением, истинными явлениями воскресшего своего сводного брата, стали подлинными его апостолами и проповедниками. Таким образом, родство по плоти ко Господу Иисусу Христу подлинное имеет только причистая его матерь, от которой заимствована им человеческая природа, но те потомки многочисленные рода Израилева, которые родились от Иосифа и являлись родственниками родственников родителей причистой Девы, они составляют то человеческое окружение, среди которого воплотившийся Господь наш Иисус Христос совершал земное свое служение. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Редактор субтитров Корректор субтитров Продолжение следует...